Здравствуйте! Сегодня продолжаем тему о глистах и отвечу на два ваших вопроса. Первый. Можем ли мы заразиться от домашней кошки и собаки глистами? Второй. Нужно ли нам принимать препараты от глистов параллельно, когда мы обрабатываем своих животных? Начну по порядку. Большинство паразитов видоспецифичны. У собаки свои, у кошки другие, а у нас третьи. Но есть такие виды глистов, которые приспособились паразитировать у всех, у большинства видов. Давайте пример приведу. Таксокороз. Таксокара, круглую червь, может паразитировать у собаки, у кошки и у человека. Но не все так просто. Цикл развития. Некоторые моменты. Допустим, кошка у вас болеет таксокорозом, есть у нее эти круглые черви, и выделяются яички с фекалиями. Нужно, чтобы прошло определенное время, определенная влажность должна быть, температура, и эти яйца созреют, станут опасными для человека. Вы должны скушать их некоторое количество. Я извиняюсь за такой грубый пример, может быть. Эти яйца должны пройти естественные барьеры. Живудочный. Живудочно-кишечный тракт. Это желудок, кислотность, ферменты, которые выделяются в тонкий кишечник, и другие механизмы защиты. Достигнуть или достичь местного назначения, неважно. Попасть туда, куда нужно, и продолжить цикл развития. Может такое быть. Вполне может быть. И случаи такие есть. Но для этого, чтобы такое произошло, вам нужно несколько дней, может быть недель, не убирать за котом своим, за кошкой, или не обращать внимания на фекалии, которые оставила ваша собака. Не мыть руки, вообще забить на гигиену, вести какой-то социальный образ жизни, и тогда вероятность перезаражения увеличивается. Конечно, может такое быть. Следующий пример. Ленточный червь. Диппелидиум канинум. Огуречный цепень. Допустим, у собаки вашей, огуречник, выделяются фекалии, с ними яйца этого глиста, и яичко огуречника должна скушать личинка блохи. Потом пройти цикл, окуклиться, превратиться во взрослую блоху, и эту блоху вы должны скушать. Опять же, она должна пройти барьеры, попасть в пункт назначения и превратиться в паразита, который уже причиняет вред. Может такое быть, может, такое случается, но вероятность этого очень маленькая. Друзья, дело в том, что заразиться может не только тот человек, у которого есть животные. Часто люди заражаются вообще не контактируя с собакой и кошкой. Почему такое происходит? Есть бродячие животные, есть животные. Допустим, вы идете с собакой, она оставила фекалии, вы не убрали за ней, а у вашей собаки паразиты. Потом человек шел, вступил в фекалии, не заметил, пришел домой. Плохо помыл обувь, как-то проконтактировал с этой грязью, грунтом. Потому что при влажной погоде, при теплой, яйца глистов выживают длительно. Ну, как-то контакт произошел, он покушал и перезаразился. Может такое быть, ребенок поиграл с обувью, потом облизал пальцы, тоже может быть. И такое бывает. И по примерной статистике глистами заражаются. Таксокорозом, допустим, практически одинаково те, у кого есть животные, и те, у которых нет животных. Что увеличивает вероятность заражения? Как я говорил, несоблюдение личной гигиены, употребление в пищу плохо проваренной или прожаренной рыбы, мясопродуктов, некачественная вода и проживание в теплых регионах. Чем теплее, тем лучше паразитам, и они дольше сохраняются, дольше переживают. Если зима морозная, холода, то большинство паразитов вымирает, глистов и яиц. Теперь второй вопрос. Стоит ли нам принимать препараты, когда мы обрабатываем животных? Я думаю, что не стоит, но могут быть, конечно, глисты у человека могут быть, заражения происходят. Если вы какие-то определенные симптомы, допустим, нарушение стула, аллергические реакции, головные боли, отечность, можно найти отдельно симптомы именно у человека. Я же не доктор человеческий, скажем так. Вот, можно погуглить, найти эти симптомы. Если какие-то подозрения у вас возникли, если вы в группе риска, не соблюдаете правила личной гигиены, употребляете часто сырое мясо, допустим, сырую рыбу и заподозрили что-то, обратитесь к доктору, и пусть он вам распишет схему, потому что просто принятие каких-то препаратов может не оказать эффекта, а может навредить, особенно если есть хронические заболевания. Итак, резюмируем. Общайтесь со своими животными, можете целовать их, обнимать. Главное, профилактику делайте, обрабатывайте их от блох, если это нужно, от паразитов, от глистов, я имею в виду внутренних. Соблюдайте личную гигиену, мойте руки, ухаживайте за собой и правильно питайтесь. Послушаем теперь нашего эксперта, будут вопросы, пишите, нужна консультация, пишите здесь. Пока, друзья. Так-так, а я вот задумался, если человек может заразиться от кошки, то значит и наоборот может быть кошка заразиться от человека. Я, к примеру, недавно таблетку пил от глистов, у меня их не должно быть, а насчет тебя я не знаю, пил ли ты таблетку или нет. А ты подходишь ко мне со своими целовашками, обнимашками, зачем оно мне надо? Иди, выпей таблетку или проверься у доктора, чтобы ты мне не заражался своими глистами. Мне твои глисты не нужны совсем. Вот, не обижаюсь, конечно, но у меня такое мнение. Каждый, каждый сам за себя. Каждый, каждый сам за себя.